Наш сегодняшний гость живет в Новосибирске, правда, еще несколько недель. А вообще, онгака Питер Ангама – это акробат, который родился и учился в ремеслу в Кении. Однако в последние несколько лет он активно гастролирует. Жил в Америке долгое время, изучил почти все штаты. На сцене новосибирского цирка он представит два акробатических номера. А сегодня у нас в гостях настоящие циркачи, люди, которые умеют делать праздник. И этот праздник они обещают подарить нам сегодня в утре. Это жанглер Влад Беляуэр, правильно сказала? И вот тут вот сейчас мне нужно будет подглядывать, потому что у нас в гостях акробат из Кении. Зовут его Онгако Питер Онгамо, правильно? Конечно. Конечно. Здравствуйте, Питер, очень хочется к вам обратиться. Прежде всего, вы шикарно выглядите. Вы так, в принципе, по городу Новосибирску всегда ходите? В Новосибирске. Первый раз. Питер, расскажите, вы впервые в Новосибирске, да? А в цирке как давно вы работаете? В цирке? Сейчас в цирке работаю четыре года. Четыре года? Да. Вы приехали из Кении. А почему вы там не выступаете? Почему вы приехали в Россию? Это с чем связано? Просто вот захотелось так или что? Не просто, потому что... Россия тоже. Можно придет в Россию, можно в другую страну, потому что надо change. We need to change. То есть вы привыкли change свое местоположение, и от этого вам хорошо. Расскажите нам, пожалуйста, о самом номере. Во-первых, давайте обсудим ваш костюм. Вот то, во что вы сегодня одеты, это раскраска на лице. Что это означает? Вы кого играете в вашем цирковом номере? Вы кто? У нас есть человек. Шесть человек. Четыре мальчика, два девочка. У нас есть тоже барабан. И все? То есть вы выходите с барабаном, и все? Это весь номер? Нет, номеры у них, знаете, как получается, выходят барабаны, включается музыка, заводная музыка. Как такового, знаете, такой гениальной задумки нет. Все просто, интересно, весело. То есть просто колоритом берем, да? Да, колоритом и трюками, разумеется. Ну вот, что касается трюков, поскольку у нас Питер акробат, вот какие акробатические элементы он выполняет? Питер, что вы делаете? Кувыркаетесь, прыгаете, как у вас все происходит? Ну, на этом репетирую. Не спать потом, делить много репетирую. Как я, у меня сейчас акробатик 15 лет делит акробат. Со мной репетирую, там Кения, много репетирую. Потом, знаешь, нормально, сейчас все можно. Performing. Да, хорошо. Потому что ввиду. Первый раз, о, число. Число. Надо много-много репетирую. Много-много репетирую. Но получается, что вы в Кении тоже в каком-то цирке выступали? Или вы там просто учились? Кения учил, есть не цирк. Только есть как... Школа, да? Школа есть, учил. Потом тоже есть работа. Не цирк. Ага. Да. А в Кении вот после школы цирковой там чему учат? То есть учат быть клоунами, учат быть акробатами или что? Или только вот учат танцевать и выполнять трюки и все, больше ничему не учат? Там есть только африканский акробатик, африканский танец, много там есть. Если клоун, в Кении нету, только ребята придут в Россию или другая страна, придут там, потом трюк, give us a trick. Вот. У многого трюк лег, Россия, или трюк, как в России нету. У них своя определенная школа, вот, своих трюков фирменных там. Ну вот давайте о фирменных трюках не только поговорим чуть позже, прямо сейчас прервемся на небольшой блок новостей, сразу после возвращаемся к нашим цирковым друзьям. Как удержать на себе еще пять сильных акробатов? Как забраться на матч, что длиной в пять метров, без опоры, знает наш сегодняшний гость, акробат из Кении, Унгака Питер Ангама, или, как его называют в нашем новосибирском цирке, просто Питер. О жизни иностранца в Новосибирске смотрите прямо сейчас. Говорят, в Новосибирске можно увидеть кенийцев, которые очень даже такие интересные трюки делают в нашем новосибирском цирке. Один из кенийцев-акробатов пришел к нам сегодня в гости, это Унгако Питер Ангама, или мы, как называем его, Питер. Расскажите, пожалуйста, нам про сам номер. Мы поняли, что в нем участвуют четыре мальчика, две девочки. Так что вы делаете-то? Танцуете с барабанами, это понятно. А трюки какие? Вот прямо пишите нам, чтобы зрителям было понятно, что, в общем-то, они увидят. Акробатик или мачта, потому что у нас есть два номера. Есть два номера? Да. Какое надо? Мачта или акробатик? Конечно, и тот, и другой мне нужен, чтобы вы мне рассказали. Мне интересно все. Мачта, номер мачта очень тяжелый. Тяжелый. Очень. Потому что есть другой, другой человек, надо, we need hard. Это очень тяжело, потому что их очень, ну, опять же, много человек. И все задействованы в одном номере. Да, все залезают на одну мачту. А мачта, это что такое? Мачта, это примерно, ну, высота бывает разная, средняя высота 5 метров. Это столб или что это? Это столб, да. Ну, примерно, наверное, вот такой толщины, по которому они лазают и делают различные трюки. Вплоть до того, что держат друг друга, поднимают друг друга, а сами держатся только ногами или только руками. А, подождите, а столб этот, он с какими-то лестницами или это просто гладкий столб? Нет, просто обычный гладкий столб. Прям вот железный? Да. Да ладно. Подождите, как же вы так, как же, вы ногами так зацепляетесь или, может быть, что, Элька, это обувь особенная у вас, перчатки какие-то, нет? Нет, обувь, так. Босиком они работают. А страховка есть? Нет, страховки нет. Давайте разбираться. Так, мачта, какой высоты эта мачта? Все-таки. Примерно метров 5, да? Я, нет, 6. Даже 6. Первый человек, это кто, кто заползает на эту мачту? Это вы? Да. То есть вы самый сильный считаетесь, видимо, в командирах? Вот, видите, мы что выясняем? Питер, у нас самый сильный, оказывается, кинеец, который присутствует в новосибирском цирке. Так, вы забираетесь на эту мачту. И что, это вы на себе, потом всех остальных за собой подтягиваете? Да. Первый раз я, потом вот это, мы называем гуагуала. Гуагуала. Что это такое? Это нога. Они, есть петля. Так. Нога просовывается в петлю. Так. И он виснет, получается, на одной ноге, второй ногой упирается в мачту. Так. Она ничем не закреплена, то есть она свободна. И поднимает там уже на руках остальных, ну, кто-то сам залезает, кого-то поднимает Питер. Получается, точка опоры, это только петля, в которой вот... Опять же, не всегда. Может быть, и нет. Он и без петли. Нет, есть трюки, в которых эта петля просто не задействуется. Питер, скажите, когда-нибудь этот номер, ну, не получался? Может быть, было такое, что вот я тяну, 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 а он не тянется, не могу поднять. Он поел в этот день торт, и поэтому его невозможно утянуть. Было такое или нет? Нет. То есть всегда все получается? Да. Ни разу не было вообще не успеха. Вы лукавите. Да. Нет. Лукавим, да. Получиться номеру обязан, потому что это наша работа. Нет, но это вам видно, что что-то, может быть, не получилось. Так вот, там интересно, но... Нам это может быть видно, но, опять же, это какие-то маленькие нюансы, то есть целиком номер от этого не страдает. Зритель пришел увидеть чудо, он увидел чудо. Хорошо, следующий вопрос. Про мать, что все понятно, очень тяжело. Есть еще другой номер, что это за номер? Акробатик. Акробатик, да, ну что вы делаете? Акробатик, как-то я, потом еще... Опять вы самый сильный, вы первый стоите, так и что? Все человека я, у меня один, потом... На него напрыгивает еще один. Так. Они крутятся по кругу, он держит еще нескольких человек на плечах. Сколько это несколько? Расскажите нам. Скольких человек вы держите на себе? Трех? Всех или сколько? Сейчас я? У нас есть. Нет, понятно, что да. Вот на вас сколько в этот момент? One, two, three, four, five. Пять. Пять человек. На вас? Да. Вы держите пять человек? Подождите, а это девочки только или тоже... All. Всех. Вы один, а вы держите их на плечах, на голове, на чем? Или нет? Он держит их одного на плечах, значит, второго подмышки, да, ты берешь? Вот так вот, да. И две девочки, значит, еще верхний, который у него сидит на плечах, руками берет двух девочек, и Питер руками этих девочек помогает ему поднимать. В итоге все пять человек у него получают. А в чем секрет? Это какие-то особые точки опоры должны быть на теле, чтобы было не больно, чтобы все это удержать? Или как? Ну, я бы не представляю, вот просто, например, взять мне сейчас Питера на руки и вас, Влад. Я бы не удержала. Это же надо как-то по-особенному вас взять же. Да. Ну, вот в чем фишка, расскажите. Может быть, киньицы, они особенные какие-то. У них, они могут и восемь человек на себя поставить, и им ничего не страшно. Нет, Питер-то точно сможет. Ну, расскажите, в чем секрет таких номеров? Как так можно поставить на себя стольких человек? Для него самое главное – это быть сильным, потому что, вы все правильно сказали, не каждый сможет. Есть, конечно, какие-то свои нюансы, но, вот как говорит Питер, первоочередное – это ты должен быть сильным. Ну, а как добиться этой силы? Это нужно просто ходить в спортзал, качаться и сидеть на диете? Или в чем дело? Или в чем заключается сила? Интенсивные тренировки – самое главное, наверное. Да. Ребята, надо знать, потому что я человек тоже. Если надо, придет, надо… Если идут там, надо тоже. Вот понятно, как нужно сегодня себя утром вести. Вот так сделать, и все, и сила придет к вам. Спасибо большое, что вы к нам пришли в гости. Мы будем ждать Питера у нас еще в гостях, потому что вопросы остались. Напомню, что Питер, правильно его зовут Унгака Питер Ангама, это прекрасный, как мы выяснили, акробат, который сейчас выступает в нашем цирке, а помогал нам переводить диалог. Влад Беляуэр – это жонглер из цирка. Спасибо. Спасибо.